И об спорте. Амаль две сотни атлетов с 19-ти краин. В Гомеле сегодня распорчался чемпионат Европы по легкой атлетыце у помешканья сирот спортсменов с порушениями слыху. С поборницами такого у зроны у першыню проходит в Беларуси. Межтым белорусские легкой атлеты не раз подымались на пьедысталы гонору самых престижных континентальных и сосветных с поборництвом. У Тымлику и Дефлимпийских гульняв. Право на проведение чемпионата Европы наша краина отримала в 2016-м годе. За два года была проведена великая работа по подрихтовке спортивной арены, а так само необходной инфраструктуры. Как выник, турнир проходит на самом высоком узроне. Сегодня тот результат наших Дефлимпийцев, который мы сегодня имеем в Гомельской области, и последние медали на Олимпиаде в Турции доказали, что мы можем достигать высоких планок, высот. И, наверное, вот это мероприятие еще раз подтолкнет наших Дефлимпийцев, наших людей, спортсменов с ограниченными возможностями, еще раз к достижению каких-то высот, к завоеванию медалей. Это глухие легкие атлеты Белоруссии, они в числе лидеров мирового спорта глухих. Ну, мы надеемся, что здесь выступят тоже успешно, но спорт есть спорт, поэтому вперед загадывать не будем. Команда готовилась, мы рассчитываем, что будут и победы здесь, на этой арене. Дарыши белорусская сборная открыла лик завоеванным узнагородом. Приемно, что свое слово сказали мясовые атлеты. Бронзовый медаль у тройным скачком завоевала гомельчанка Маргарита Гралько. Еще одна представница нашего областного центра Уладлена Зубракова заняла четвертое место. Золото и серебро выиграли спортсменки из России. В уголе на чемпионате Европы разыграют 33 комплекты узнагород. Завершатся с поборницей 24-го соковика.